В прошлый раз, когда я показывала вам свои ежиные находки, свои аксессуары, я не показала вам вот эту брошь. Забыла про нее. Недавно ее нашла. Ну, как нашла? Открыла свою шкатулочку и увидела, что она у меня там лежит. Вот эта брошь с гранатовыми иголками. Очень она мне нравится. Это мне купила одна из моих подписчиц, ну, ныне уже очень хорошая, скажем так, знакомая подруга Маргарита, которая живет в Москве. Очень красивая брошь, очень она мне нравится. И я с удовольствием ее ношу. Такой ежик у меня красивый. Всем привет! Меня зовут Елена Прохладная, и вы на канале Англии моими глазами. Девушки, я сегодня в очках, потому что во вторник, в этот вторник у меня была операция на глаз. Мне удалили катаракту, ну, то есть заменили хрусталик. Поэтому я в очках, которые защищают мои глаза, мой глаз, потому что мне сделали операцию только на один глаз, на правый. И, соответственно, он сейчас видит у меня совершенно по-другому. Это, знаете, очень-очень большой контраст, огромный контраст между левым глазом и правым глазом. То, что сейчас происходит, это невероятно. Мои глаза должны подружиться друг с другом, потому что левый видит плохо, правый сейчас хорошо. И когда я хожу, да, вот мы сегодня с Кольным выходили, когда я хожу, я чувствую такую, знаете, вот небольшую такую нестабильность. Глаза еще пока не совместились друг с другом. Но думаю, что это все-таки произойдет. И, конечно, буду ждать теперь операцию на второй глаз. Ну, расскажу буквально в двух словах. Операция была во вторник, но мне прислали уведомление буквально за неделю. За неделю до операции мне сказали, что вот во вторник готовься с утра, пожалуйста, добро пожаловать в 8 метра в госпиталь. Но дело в том, что на прошлой неделе, как вы знаете, мы были все в мыле. Два раза только ездили в Лондон. В субботу у нас была вечеринка рок-н-ролла, которую я сделала, вот небольшое видео, да, показала. Кстати, небольшие такие видеосюжеты я оставила в Телеграм-канале, в своем Телеграм-канале. А в воскресенье у нас был Remembrance Sunday. 11 ноября, как правило, минуты молчания, а вот 12 ноября, воскресенье, это вот как раз отдается для парадов. То есть идет парад, идет служба, возложение венков, ну такая, знаете, прям церемония-церемония. И она обычно занимает, ну вот у нас, допустим, заняла около, наверное, я вам сейчас скажу, трех часов. Потому что сначала мы собрались все, потом все пошли, и было очень много народу, даже несмотря на то, что был дождь. Вы знаете, шел дождь такой сильный, и я думала, господи, ну кто же придет, кто придет в такой дождь сильный. И ветер был, и прохладно было, да, ну даже не прохладно было, а холодно. И вы знаете, очень много народу пришло, и я так назвала этот парад, парад зонтов, потому что все шли под зонтами. Поэтому в воскресенье у нас был такой день, в понедельник я готовилась, естественно, морально к своей операции. Но это, вы знаете, что это даже не операция, а такая небольшая процедура, которая, в принципе, поставлена на поток. Точно она легкая и быстрая в исполнении, если это локальный наркоз делает. Но, как я уже говорила, я выбрала общий наркоз, у меня клаустрофобия, потому что я не могу переносить закрытое пространство. Фобия, да, у меня, то есть когда мне объяснили, что мне положат на лицо пеленку, ну или закроют просто часть лица, у меня все. У меня уже даже при одной мысли, я уже сказала, что нет-нет-нет, я на это не пойду, я пойду на общий наркоз. Ну, в общем-то, все прошло хорошо, теперь я, как Коля насмеется и говорит, теперь ты увидишь, как я выгляжу. Но знаете что, я так же увидела, как и я выгляжу, потому что зрение у меня было, ну, очень-очень запущенное. И вот сейчас я могу об этом сказать, потому что такой разительный контраст. Ну, давайте не будем об этом, я хочу вам сегодня сказать, что сегодня, 16 ноября, у нашего Кеночки, у маминого мужа день рождения, и ему исполняется 81 год. Представляете, девятый десяток. Девятый десяток человек, у которого в свои 81 год еще такой здоровый, сильный, работает. Многие спрашивают, почему он работает? Ну, он работает, потому что он хочет это делать, да. Он хочет быть полезен, во-первых, хочет, чтобы от него был какой-то толк, какая-то польза. Затем он хочет быть с людьми. Ну, понятно, что когда он дома, он тоже, они с мамой выезжают, они и много путешествуют, вы знаете. Но это немножко другое, да, потому что когда он в рабочей среде, в среде своих коллег по работе, у них общие интересы, общие цели, это тоже очень много значит для человека. Поэтому он очень рад, что у него есть работа, что его ценят на работе, что он хороший сотрудник, хотя и, скорее всего, наверное, уже один из старейших, скажем так, сотрудников. И сегодня вот, ну, хочу сказать, что можно подарить человеку, у которого все есть. Ну, например, мы послали, конечно, открытку, предложила к ней ваучер на ланч в одном из ресторанов. Также сегодня дочь Кена, Кала, она пригласила его и маму, ну, и, конечно, свою семью, всех на ужин тоже в ресторан. Они сегодня идут на каре, это, вы знаете, индийское блюдо, и они сегодня идут на каре и будут там отмечать. И вот это как раз и есть подарок, да, ну, то есть можно, допустим, заказать какой-то торт, и, скорее всего, она его закажет на день рождения Кена. Вот, заказать какой-то торт и пригласить своих родителей, родственников в какой-то ресторан. Если это, допустим, лето, то можно выехать на природу, да, экскурсию какую-то сделать. То есть здесь вот это очень популярно, потому что люди в таком возрасте уже практически все имеют. И для них важны только, естественно, вот впечатления, да, с семьёй собраться, куда-то съездить, что-то новое почерпнуть, набраться новой энергии, нового позитива. И я хочу сказать, что Кен, он такой, знаете, очень живой, да, он живой, весёлый, он радостный, он на позитиве всегда. Да, и он всё так же любит мою маму, за что ему огромное спасибо, и любит свою семью, естественно. Поэтому я хочу поздравить его с днём рождения, я знаю, что вы сейчас присоединитесь. И, возможно, я попрошу маму, вот пока сейчас ещё рано, они никуда ещё не пошли, я попрошу маму снять небольшой сюжет, куда они поехали в ресторан, чтобы она сделала несколько фотографий себя и Кена, и семьи. Следующее видео тогда будет с использованием вот этого самого сюжета со дня рождения Кена. Ой, знаю, что Колин сейчас будет ругаться, но мы ему не скажем, мы ему не покажем, потому что он скажется, зачем ты показываешь, когда ещё всё в процессе. Ну, это наша реальность, да, то, как мы сейчас живём в ожидании, в ожидании нового коврового покрытия, ковролина, и в ожидании новой мебели. Вот эту стену мы покрасили в оливковый цвет, это так задумано. И вот здесь у нас, смотрите, на этой стороне, ну, здесь у нас вот телевизор мы прибили над камином, а вот на этой стороне у нас такой небольшой кинозал. Значит, одно моё кресло, как вы видите, второе Колина, и посередине коробочка для нашего любимого котика. Вот, и когда мы здесь усаживаемся вечером, смотрит телевизор, он с нами, потому что обычно он лежит на Софи, но вот сейчас приходится лежать ему в коробке. Всю мебель, которая у нас здесь была, мы отдали и отдали. Продали мы только стул, который в середине стоял, и вот кресло, помните, такое большое, такой лапсит его называют для влюблённых. Вот его продали. Остальное мы всё отдали. Вот здесь была софа большая, мы её отдали в чередишоп. Сегодня приехали ребята и забрали её. А вот здесь тоже стоял у нас телевизор. Телевизор отдали просто за бесценок. Ещё была подставка под телевизор. Мы тоже её отдали. То есть практически отдали всё очень дёшево. И даже если мы продали, то продали очень дёшево. То есть вот это вот кресло мы продали за 35 фунтов. А на минуточку оно стоило тысячу с лишним. Вот такие вот цены. Как мне написали в комментариях, это на самом деле так. Все чередишопс, все благотворительные вот эти магазины, секонд-хенд, они все переполнены мебелью. Однако многие просят мебель. Например, ко мне обратился владелец вот этого чередишопа и сказал, что возможно ли нам вот эту софу приобрести просто так. И я сказала, да, конечно, забирайте. Вот они приехали и, в общем-то, забрали. Ну вот на сегодня у меня, наверное, всё. С вами буду прощаться до следующего выпуска. Всем вам, как всегда, желаю прекрасного настроения, отличного здоровья и ярких осенних, и даже уже наступающих зимних красок. Всем до свидания, всем пока. Увидимся позже. Субтитры подогнал «Симон»